Борис Рябинин. Охотники за смертью. Записки минера. Глава 1. Итак, моя фронтовая служба в качестве минера началась. Никогда не думала, что мое детское увлечение собаками приведет меня в специальное собаковоческое подразделение. А получилось все до нелипости просто. В конце 42-го года меня призвали в армию. Что ж, молода, здорова, не замужем. Если девушки могут быть полезны в военной службе, то кому идти, как не мне? Так я решила тогда же, получив повестку с вызовом в военкомат. Шел очередной призыв в армию. В военкомате было полно народу. И вдруг отчаянный собачий визг. Оказалось, среди людей вертелась собачонка. Хозяин, быть может, давно ушел, а она, глупая, все еще искала его, вот тычась беспомощно, то к одному, то к другому. Вошел высокий, неуклюжий, как медведь парень, и своим тяжеленным сапожищем отдавил ей лапу. Парень и сам-то испугался от неожиданности. Вокруг послышались смех и шутки, а я, подхватив бедную шавку на руки, накинулась на пересмешников. На шум из комнаты председателя призывной комиссии выглянул пожилой, усатый военный, со строгим лицом, по знаком различия майор. Окинул взглядом происходящее, затем ко мне. — Вы любите животных? Вы хотите сказать собак? — поправила я его. — Вот именно это я и хотел сказать, — возразил он сухо, очевидно задетый моим непочтительно дерзким тоном. — Да, — вызывающе ответил я, решив, что он является убежденным противником собак. Есть ведь такие люди. Возилась с собаками всю жизнь. — Ага, — сказал он загадочно и скрылся за дверью. — А через полчаса, когда я прошла комиссию и была признана годной, мне вручили листик бумаги с печатями и подписями, на котором значилось — направляется в школу дрессировщиков для прохождения военной службы. Я думаю, что если бы не эта собачонка, по прихоти слепого случая, казавшейся там в одно время со мной, быть мне или медицинской сестрой, или связисткой-радисткой, но из-за нее все сложилось иначе. И вот я здесь. Здесь это уже не школа и даже не какая-нибудь комплектующаяся тыловая воинская часть. Здесь фронт. Школа осталась где-то позади. На мне пилоткой полная походная армейская форма. На плечах погоны младшего лейтенанта войск технической службы. А эта техническая служба — искать мины. Вероятно, вы, кому доведется читать эти строки, уже представляете меня за обычным занятием минера, как это не раз описывалось в литературе. С длинным заостренным, как копье, щупом шестом, шажок за шажком, он медленно продвигается по местности. Обследовал каждый квадратный вершок площади вокруг себя, осторожно передвинулся чуть-чуть дальше. Все чувства болезненно обострены, нервы натянуты, как струны. Или, может быть, так. В руках миноискатель, дуга которого опущена до земли, на голове наушники, как у телефонистки. Идет и ждет, не раздастся ли в наушниках знакомый, похожий на пение комара, звук, знак, что мина тут, близко. Издалека кажется, что движется косарь. Такие же плавные взмахи рук вправо-влево. Только косарь этот занят совсем другим, совсем другим. Такую картину нарисовали вы себе. И ошиблись. Нет у нас ни длинных щупов, ни электрических приборчиков, подающих сигнал, когда опасная выдумка военных техников окажется в непосредственной близости от тебя. «Наше оружие – собаки». Не знаю, известно ли вам, насколько полезной казалась собака на этом очень специфичном участке нелегкого воинского труда. Если вы сами собаковод, то, надо полагать, кое-что слышали об этом. Но если никогда не имели дела с собаками, наиболее вероятно, не имеете и даже приблизительного представления о том, какое огромное количество людей обязано своими жизнями этому животному. Конечно, всем понятен страшный смысл фронтовой поговорки. Сапер ошибается только один раз. Так вот, это было до тех пор, пока за дело не взялись собаки. Странно, быть может, в наш век техники и вдруг собака. Что она, кажется, может сделать? Оказалось, может и даже очень может. Поверите ли, с применением животного эта гибельная для человека специальность стала, если и не совсем безопасной, то, во всяком случае, в значительной степени потеряла свой прежний характер непрерывного неравного состязания со смертью, не говоря уже о том, что сам процесс разминирования ускорился во много раз. Но не все сразу. Сначала о людях нашего подразделения, моих товарищах по фронтовой жизни и труду. Мне нравится наш командир, капитан Александр Павлович Мазорин. Его портрет — прямой пробор, тонкий нос с горбинкой, полные аккуратные губы и широкий твердый подбородок. Верный признак, по-моему, что обладатель его человек волевой, мужественный. Капитан худощав и подтянут. Я не видел его небритым. Шинель и китель застегнуты на все пуговицы, подворотничок белее снега. Капитан образованно начитан, с широким кругозором, знает немецкий и английский, неплохо разбирается в музыке. Короче говоря, он мыслящий человек и пользуется огромным авторитетом. В обращении с людьми и с животными тоже ровен, никогда не теряет выдержки и самобладания. Солдаты говорят, что он храбр. Я была девчонкой-пионеркой, когда он уже был уважаемым человеком среди собаководов. Собак он знает в совершенстве, чего я не могу сказать про себя. Правда, во времена моего детства у нас тоже был бобик, которого я таскала на руках, даже пеленала, кажется, как ребенка, заставляла служить, выделывала и другие штуки, которые он принимал с покорностью, характерные для большинства собак, особенно дворняжек. Это и позволило мне сказать тогда в военкомате, что я возилась с собаками всю жизнь. Хотя мама не разрешала мне завести большую и породистую, как мне хотелось того давно. Я посещала клуб служебного собаководства, ходила на собачьи выставки, на одной из них я впервые встретил и Александра Павловича, он там был судьем-экспертом. И вот теперь солдатская судьба свела нас в одном подразделении. Его разносторонние знания, опыт и инициатива оказались чрезвычайно полезными, когда началась война. Именно по предложению капитана в Центральной школе дрессировщиков Советской Армии была начата подготовка собак-разминировщиков. Многие из них прошли сложную дрессировку под его личным наблюдением. Он окончательно расположил меня к себе нечаянно брошенной фразой «Друзей не продают». Речь шла о том, правы ли те владельцы, которые сбывают собаку, как только она надоест им или начнет стареть. Я согласна с ним. «Друзей не продают». Прекрасно сказано. Не правда ли? Интересный человек – помощник командира. Старший лейтенант Сигизмунд Христофорчик. Колоритная личность, рыжий как огонь, коротенький и толстый, но, несмотря на это, необычайно подвижный. Христофорчик – полная противоположность своему патрону. Если капитан невозмутим, то Христофорчик всегда кипятится, всегда чем-то недоволен, раздосадован, да нельзя. Вид постоянно озабоченный, запаренный, никогда не посидит спокойно, все 24 часа говорит и ходит, способен заговорить кого угодно. Забавный номер выкинул он в первые же дни по моем приезде. В подразделении есть несколько собак по кличке Динка. И вот неожиданно, на второй или третий день, как я прибыла сюда, все они исчезли. Утром выводят на занятия, собаки те же, а клички все другие. Лада, Радда, Джима, одна даже получила такое благозвучное прозвище, как Персик. Что случилось? Спрашиваю Христофорчика. Он покосился на солдат, потом, скомандовав кругом и шагом арш, конфиденциально наклонился ко мне. Неудобно, знаете. Что неудобно? Вас как зовут? Дина Петровна. По-моему, я вам уже говорила. Совершенно верно. Ну вот. Что ну вот? Недумевала я. Не понимаете? Он нетерпеливо пожал плечами, удивляясь моей недогадливости. Вы извините Дина и собаки. Потребуется взять какую-нибудь в шторы, а она запоперечит. Боец рассердится и закричит. Динка, как-то нехорошо получается. У Христофорчика очень смешная манера разговора. Надо, например, ему сказать взять в шоры, обязательно скажет взять в шторы. Вместо перечить – поперечить. Иногда даже не сразу поймешь, что он хочет сказать. Я рассмеялась и попросила его отменить распоряжение перемене кличек у собак. Он долго не соглашался, доказывая, что так, как он придумал, будет лучше и уступил с неохотой. Чудак. Сердиться на него невозможно и бесполезно. Но при всем том Христофорчик – умница и большой специалист в своей области. Он быстро ориентируется в любом вопросе, а страсть к собакам, именно страсть, другого слова я не нахожу, доходит у него до какого-то помешательства. Уж на что я люблю животных, но Христофорчик, он может обниматься, спать вместе с ними. Боже упаси, при нем обидеть собаку. Наживешь врага на всю жизнь. Я не знаю другого человека, который мог бы вызывать такие же противоречивые чувства, как старший лейтенант Христофорчик. Он и нравится, и раздражает. Капитан сказал, Христофорчика можно терпеть только в малых дозах. Сам капитан, однако, отлично переносит ее в любых количествах. Они друзья, и в неофициальной обстановке говорят друг другу «ты». Общая страсть к собакам связывает их. Эта любовь к животным у нас постоянно внушается и солдатам. Первая заповедь в подразделении – будь внимателен к животному. Это и понятно. Я уже говорил, собаки – наше оружие, а солдат без оружия – не солдат. Самый большой проступок в подразделении – сесть за еду самому, не накормив животное. Но и накормить вовремя – это еще не все. Я слышала, как однажды старший лейтенант сказал солдату, обошедшемуся грубо с собакой, «Скотина не машина, кроме смазки требует ласки. Ясненько? Хорошая поговорка, по-моему». Глава вторая А теперь о собаках – этих незаметных труженицах войны, о которых вряд ли даже будет упомянуто когда-нибудь хоть в одной сводке. Вы уже знаете, что у нас есть несколько динок. У каждой из них имеется свой служебный номер, но не будешь же всякий раз говорить «Динка номер 37237» или «Динка 100292». Поэтому в ходу прозвище «Динка черная», «Динка чепрачная» по окрасу, «Динка тощая» – ни по чем не набирает тело, как ни корми, «Динка толстая» – это и наоборот, все идет впрок. Затруднение возникло, как окрестить пятую Динку. Да-да, есть и пятая. Она вроде серая, вроде и черная, какой-то неопределенной масти, не толстая и не худая. Один из бойцов сказал, обращаясь к ней. «Но ты, штопанная!» Я спросила, почему штопанная? Он показал, отогнув шерсть на ее боку, осколком саданула, потом зашивали. С этого времени пятую Динку стали звать «Динка штопанная». Все Динки хорошие работницы. Есть две сестры – Нера и Ара. Обе попали в армию годовушками, а теперь громадные собачищи, злобные до ужаса, но в руках своих вожатых послушные и дисциплинированные. Из тезок можно упомянуть еще двух затеек – затейка «Московская» и затейка «Свердловская». Первая подарена московским клубом служебного собаководства, вторая – с Урала, прибыла в качестве ремонта, поступив через Свердловский клуб. Обе хорошо идут на мины. Ремонтом в армии называется регулярное приобретение животных. Есть лель, зай. Был заяц, но солдаты переделали, кличку по-своему, так короче – дозор. Дозор – крупный, мрачного склада пес, хромой, наступил на противопехотную мину в период, когда еще учился, оторвало пальцы. Думали, будет бояться. Ничего, работает. Для человека, чуждого нашему делу, все собаки как собаки. Он распознает их только по цвету шерсти да по величине. Но мы различаем наших четвероногих помощников и по их характеру, и по повадкам. Вот, например, Чингис любит купаться. Влезет в воду – не дозовешься. Как-то на стоянке в начале мая прибегает ко мне боец. Товарищ младший лейтенант. Так что Чингис уплыл. Как уплыл? Где? Я тогда еще не знал об особенностях Чингизова нрава. В реке, товарищ младший лейтенант. Погода холоднище. Вода как лед, а Чингис плавает. Хоть бы что. На вожатого ноль внимания. Рад, что дорвался до воды. До вечера плавал. Вытаскивали багром. После купали только на длинном поводке. Но уж зато в одном отношении вожатый может быть спокоен. Чингизом не утонешь. Есть и совсем смешанные причуды. Зай корм съест и чашку разобьет. Глиняную стеклянную не давай. Вот те четвероногие герои, о которых я не хотела бы, чтобы когда-нибудь сказали безымянные. Среди них имеются подлинные виртуозы. Пес по кличке Желтый удостоился даже такого звания, как доктор минных наук. Конечно, придумал это Христофорчик. Роковой собакой считалась лайка Шум. С ней произошел такой случай. Она наткнулась на прыгающую мину. Мина взорвалась. Прыгающая мина – это металлический стакан, начиненный стальными шариками, который при разрыве разлетается в радиусе 50 метров. Собака отделалась счастливо. Ей отбило кусок уха и два шарика загнало под шкуру. Но после этого никто с ней не хотел работать. Стал отвлекаться. Кончилось тем, что Шума отдали летчикам. Точно так же не прижился у нас красивый белый с коричневым поинтер Тромб. Наверняка принадлежал в прошлом какому-то медику. Работал безупречно, но почему-то его не взлюбили овчарки. Это было чревато серьезной опасностью для него. Овчарка может загрызть поинтера в несколько секунд. Пришлось его перевести в другую часть. Но, пожалуй, самые интересные экземпляры – это трофейный пес Харш и любимая собака капитана Альф. Харш в прошлом был полицейской собакой. Вместе с хозяином ходил на захваченной гитлеровцами территории, искал пшеницу, спрятанную колхозниками, пока оба не попались в руки советских солдат. Харш – толстый, жирный флегматик. Такой же толстый немец сел в машину, когда его арестовали, отдал поводок, собаку посадили в другую машину. Они даже не посмотрели друг на друга. Редкое равнодушие, особенно со стороны собаки, которой как бы неплох был хозяин, всегда привязано к нему. Харш, как гитлерский солдат, так же вымуштрован. Прикажут лечь – ляжет. Скажут сидеть – будет сидеть. Пошлет за апортом – сходит и принесет. Но все как автомат, без искринки живости, без всякого выражения. Подлинная флегма. Я никогда не предполагала, что могут быть такие. Дисциплинирован исключительно, но и только. Одно желание доступно ему – жрать. Не случайно бойцы очень метко переначали его кличку на харч. Передвигается медленно, степенно, бежать не заставишь. Настоящий бюргер. Оживляется, лишь когда увидит еду. Бросается на нее, успеет скачить. Когда ест – не подходи, делается злой. Как-то к нему в бочок сунулась другая овчарка. Он молча за ухо – цоп! И нет уха. Проглотил. «Ты хам! Нахал!» – кричал на него Христофорчик. Харш был невозмутим. Неспеша доел корм, облизнулся, а потом долго стоял неподвижно, глядя в землю. Слушал или дремал, переваривая пищу – не разберешь. Из него довольно быстро удалось сделать разминировщика. Работает прекрасно, но медленно взбесишься. За Харшем хорошо ходит Ефрейтор Сухов, пожилой в усах немногословный человек, но дружбы между ними нет. Все же оказалось, что если относиться к Харшу должным образом, в нем можно пробудить некоторые чувства. Мне первое удалось достичь этого. Все собаки знают меня. Я постаралась приучить к себе и Харша. Меня сердит и трогает его привычка. Раз пять в течение ночи придет, лизнет в лицо, разбудит и уйдет спать. Поскольку он в силу полного отсутствия темперамента никогда не затевает драк с другими собаками, не стремится убежать, его оставляют без привязи. Ни на шаг не отстает от капитана его Альф. Об Альфе следует рассказать подробно. История Альфа весьма поучительна, наглядно иллюстрирует, что делает с животными правильный уход, настоящая человеческая забота. Я думаю, что если бы не Александр Павлович, Альф давно бы сдох. Альф принадлежал одному любителю из небольшого городка, захваченного немцами в первые месяцы войны. Городку пришлось испытать все ужасы гитлеровской оккупации. Хозяина Альфа в один из дней увели в гестапо, и он больше не вернулся оттуда. Девять суток Альф оставался в запертой квартире. На десятые сутки в городок вошли советские войска. К этому времени Альф превратился в скелет, обтянутый кожей. Как он выжил вообще, неизвестно. На полу стояла чашка с кашей, которую оставил ему хозяин, уходя. В каше кишели черви. Альф не дотронулся до нее. Его все же переправили в наш питомник, но без всякой надежды, что из собаки может выйти какой-нибудь толк. На Альфа было страшно смотреть. Он весь облысел. От перенесенных лишений у него открылся злокачественный понос и сильнейший авитаминоз. Авитаминоз у собак характеризуется многими болезненными явлениями, как-то зуд, облысение, появление болячек из труппев и так далее. Если не принять меры, то может привести к смертельному исходу. К этому добавился нервный шок. Пес всех кусал, его держали в клетке. В клетке мечется, как дикий зверь. Все попытки лечить его не приводили ни к чему. И вскоре при очередном осмотре и выбраковке животных генерал, начальник школы, окинув его критическим взглядом, распорядился этого пристрелить. За обреченную собаку вступился капитан Мазорин. За слоем струппев и ненормально диким поведением Альфа он видел его породность. Возражать начальству не принято, тем более в армии. Однако Мазорин заспорил с генералом. Тот слушал нахмурюсь, зачем брезгливо поморщился. Куда эту падаль? Действительно, по виду Альф лучшего и не заслуживал. Зловонный, весь в расчесах, страшный. Но Мазорин стоял на своем. Тогда начальник школы, считая, что сыграл веселую шутку, с капитаном приказал выбраковать и подарить Мазорину. Это соломоновое решение приветствовал взрыв хохота всех окружающих. Капитан же отнесся к этому с полной серьезностью. Надо по-настоящему любить животных и надо хорошо понимать их, чтобы сделать то, что сделал капитан. Он выходил, Альфа. В сущности, на первых порах для Альфа, казалось, ничего не изменилось. Он продолжал так же жить в клетке, как и жил. Ему давали ту же пищу, что и раньше. И тем не менее, перемена была чрезвычайно значительна, и он сразу почувствовал ее. У него появился хозяин. Появился человек, для которого это животное представляло нечто большее, нежели все другие, а собака превосходно чувствует эти тонкости. И Альф начал поправляться. Прежде всего, стала исправляться ее психика. Он перестал рычать и бросаться на всех без разбора. Появилась нормальная реакция на все окружающее. Капитан регулярно гулял с ним по нескольку раз в сутки. Потом стал вообще повсюду таскать его с собой. Разрешил всем ласкать, кормить собаку. Труднее оказалось излечить физические недуги Альфа. К авитаминозу прибавилась еще вульгарная чесотка. Мазорин мазал собаку венским бальзамом. Но главное, можно не сомневаться, что явилось решающим и здесь, это перемена в положении собаки. Через месяц Альфа нельзя было узнать. Он оброс, сделался глянцевитый, красавец, породный. Очень скоро стали заметны склонности его натуры. Например, он не дрался с собаками. Самое большое зарычит и отойдет прочь. Покровительство относился к слабейшим. В питомнике было несколько фоксов. Видя его незлобивость, их стали часто подпускать к нему. Фоксов он опекал, как старший младших. Они заиграются, нипочем не могут их дозваться. Стоит скомандовать Альф, апорт, он хватает ближайшего и несет в пасти, а тот, в свою очередь, вцепится в него. Умора кто кого несет, неизвестно. Щенков любит, как сука. Те его обижают, еду отнимают. Он хоть бы раз припугнул их. Альф трогательно привязался к капитану. Весь день с ним. К ночи Мазорин отведет его в клетку. Пройдет час, два, кто-нибудь из бойцов, обслуживающих питомник, зовет Мазорина. Товарищ капитан, идите тихонько, посмотрите. Он так и стоит. Однажды стал ломать клетку, сломал зуб, повредил другой. После понял, что наутро капитан опять будет с ним и стал спокойнее. Утром ест, торопится, давится, сам все время смотрит, не появился ли капитан. Боец уговаривает его. Да ешь ты, Альф, время еще есть. Полюбился ему велосипед капитана, даже пробовал играть с ним, принимая как бы за что-то живое. Капитан скажет, Альф, иди к велосипеду. Альф подойдет, хвостом повиляет от удовольствия, иногда лизнет колесо или руль. Чтобы собаке было веселее, Мазорин стал оставлять велосипед в клетке у Альфа. Альф работал по всем службам. Охотно, усердно. Узнав его и с этой стороны, Мазорин больше не сомневался, что именно интеллект мешал Альфу спокойно переносить питомник и клетку. Слишком сильна была привычка к человеку, тяга к общению с ним. У Альфа казалось поразительное чутье. Другие собаки не найдут, он учует. Совершенно исключительно его способности к дрессировке. Капитан кладет перед ним шапку, поводок, перчатки, фарфоровую чашку и еще много других предметов. Много. Командует, дай поводок. Поводок подан. Дай чашку. Тащит в зубах чашку, да так осторожно тащит, понимает, что предмет хрупкий, как бы не раздавить. Можно повторять это в любом порядке, в разбивку, как угодно. Все будет выполнено безукоризненно. Но иногда он вдруг словно все забудет, начинает путать, делается несчастным, как будто виноватым в чем-то и непередаваемо грустным. Лучше в такие моменты его оставить в покое. Очевидно, это рецидивы пережитого нервного потрясения. От прошлого у него осталась еще одна память. Хронически слабый желудок, вялость кишечника. На моих глазах он чуть не погиб от этого. Не ел три дня, от молока бежит, сделался скучный, вялый. На четвертый день слег. Капитан силой влил ему сырое яйцо с молоком, но пса тотчас же вытошнило. Сохнет собака. Хорошо, что догадался дать английской соли. Оказалось, наелся травы, все собаки едят траву, прочищая ее желудок и кишечник, но Альфу оказалась вредна и эта привычка. Альф не замедлил отплатить добром за добро. Они шли с капитаном по лесу, где не было никаких минных полей. Вдруг Альф набежал на что-то и остановился. Шедший позади Мазорин почти натолкнулся на него. Оказалась минометная мина. Лежала там, где ее никто никак не мог ожидать. Альф спас жизнь хозяину. Теперь капитан часто повторяет, когда впереди меня идет Альф, я спокоен. Генерал, частенько наезжающий к нам, помню свою ошибку в отношении Альфа, долгое время терпеть его не мог. Но в конце концов и он заявил, «Я за свою жизнь знал двух действительно хороших дрессированных собак, и обеих звали Альфами. Один был у меня, другой сейчас у Мазорина». Генерал наш, увлекающийся человек и склонен к преувеличению, но его похвала была приятна Мазорину. Безразличен к ней остался Альф. Собака понимает одобрение только в устах близкого для нее человека. Тогда она радуется. А наш Альф вообще очень своеобразное существо. Представьте, черный как ночь, без единого пятнышка, только глаза поблескивают. Идеального экстерьера, от которого не может не прийти восхищение любое маломальски разбирающееся в собаках человек. Выдержки и повиновения безупречны. Взгляд преданный и грустный-грустный. Взглядом уж ничего не поделаешь. Может играть, ласкаться к хозяину, а в глазах все равно будет читаться что-то грустное, какая-то застывшая, никогда не исчезающая печаль. Может быть, этим он и покорил так капитана? Альф оживляется лишь когда надо идти искать мины. На работе он сангвиник, в жизни непроходимый меланхолик. Глава третья. Интересно вспомнить, как все наши динки и затейки начали подвизаться на этом поприще. Минно-розыскная служба одна из самых молодых форм использования собаки в военном деле. Она родилась в годы Великой Отечественной войны, когда обнаружился небывалый размах применения мин немецко-фашистскими войсками. Минное дело получило в этой войне необыкновенное развитие. Уже при контрнаступлении советских войск под Москвой нашим саперам пришлось проделать гигантскую работу, прокладывая проходы в минных полях, которыми окружили себя гитлеровцы. По мере того, как нарастали масштабы военных действий, все большие размеры принимало и минирование. Стоило гитлеровцам задержаться где-либо хотя бы ненадолго, и они спешат немедленно разбросать повсюду тщательно замаскированные смертоносные ловушки. Они минируют и отступая под натиском наших войск, стремясь этим затормозить наше продвижение, Поиск и обезвреживание этих взрывающихся сюрпризов требует немалого времени и напряжения сил. Надо представить кропотливость героического труда разминировщика, кропотливость, связанная с непрерывным, выматывающим нервы риском. Со щупом нужно проделать 80 уколов на квадратный метр. За день пройдешь не более 15 метров. Щуп длиной 5 метров, но эти 5 метров не спасут, если мина случайно взорвется, а таких случайностей сколько угодно. Ткнут, а там камень. Иногда можно попасть к отцам щупа и в сам взрыватель. Ненамного лучше и электрический искатель. Он с батарейкой, питание за спиной. Устройство это не так уж совершенно и часто портится. Главное же, искатель ищет только металлические мины, а гитлеровцы стали делать сюрпризы с деревянным, картонным, пропитанным смолой, стеклянным, цементным корпусом. И миноискатель совсем не гарантировал, что здесь нет мин. Мысль использовать для разминировки собак была столь оригинальна, столько же и проста. Ведь ищет же собака преступника по его следу, безошибочно наводит охотника на дичь в лесу. Первые собаки выкапывали мины, но от этого пришлось скоро отказаться, собаки часто взрывались. Какой-то чудак предлагал использовать для поиска мин свинью. Трюфели ищет же, но свинья нетранспортабельна, да и обучить ее посложнее, чем собаку. В конце концов, была разработана очень несложная и эффективная технология подготовки собак. Собака явилась универсальным средством, пригодным для поиска мин любого типа. Собака работает на запах тола, взрывчатки, в первую очередь, и потом на запах комплексный, ржавчина, гниение и так далее. Мина стоит и воняет. Мы с вами со своим обонянием этого не распознаем, но собака чует превосходно. Первыми четвероногими минерами, показавшими отличную выучку, были овчарки Джек и Фрося. В июле 1942 года состоялось их испытание. Когда вся предварительная подготовка была закончена, приехала комиссия, устроили минное поле. Предложено было найти 50% мин. Собаки нашли все 100. После приезжали маршалы, генералы. С собаками работники центральной школы дрессировщиков выезжали в высшие офицерские школы, показывали работу животных там, но сперва все смотрели на это как на фокус. Поехали на фронт, нашли минное поле на территории, недавно отвоеванной у врага, обширное пространство, уже успевшее порасти высокой густой травой, с видной кое-где колючей проволокой и табличками с надписями по-немецки «Ахтунг минен». Внимание, мины. Снова испытания в присутствии специальной комиссии. Солдат вожатый Солищев, бывший Осовиахимовец, подружившийся с собаками еще в клубе служебного сопоководства, прошел с фросией все поле. Ни одной мины не нашел. Нашего начальника школы, тогда он был еще полковником, трясло от нервного возбуждения, как в лихорадке. Солищев, вернувшись, доложил «Товарищ полковник, мин нет». Тот скипел «Как нет?» Пошли, проверили обычными средствами. Действительно нет, Фроси не ошиблась. Очевидно, немцы, отходя, нарочно поставили таблички с надписями для устрашения, а может быть, просто не успели снять, «Как ни странно, мин-то не нашли, но можно считать, что именно после этого совершился окончательный перелом в взглядах высшего командования на возможности использования собак для минно-розыскной службы. Однако потребовалось некоторое время, чтобы эта служба завоевала полное доверие. Капитан рассказывал, «Отведут заминированный участок обычно где-нибудь в стороне от главного направления, работайте. Когда кончим, недели раньше или позже, никого особенно не интересовало, ковыряемся, добываем мины, разоружив, сносим их в кучку, чтобы потом отправить на склад боеприпасов и трофейного вооружения. Порой в воздухе пронесутся самолеты, иногда свои, иногда фашистские со свастиками, раздадутся в отдалении гулки и взрывы бомб, донесется канонада артиллерии. Где-то грохочет бой, а мы все как на отшибе, единоличники какие-то. Работали спокойно, даже через чушь спокойно. И вдруг спешный вызов, самолетом переброшены в город В. В только что отбит у врага, в нем большой аэродром, нужно, чтобы аэродром использовал наша авиация, а на взлетной площадке подрываются самолеты, подорвалась машина генерала, командующего авиасоединением, саперы ищут мины, не находят, а взрывы мин продолжаются, тогда вспомнили о собаках. Условия для работы были очень сложные. Грязь, весна в полном разгаре, местами лед, под ним вода. Пошли. Первую мину нашел Альф. Капитан сам пошел с ним, понимая ответственность момента. На радостях вытащили ее, забыв об осторожности. Потом Джульбарс, одну за другой целых пять. Мины в деревянной упаковке, потому их и не могли найти саперы с электрическими искателями. Отличился и Харш, обнаружил четыре мины. И все. Десять мин, больше не было. Они стояли узкой полоской вдоль стартовой линии. Вся работа продолжалась час с небольшим. Командование не поверило, что аэродром разминирован. Заставили искать еще. Ковырялись потом три дня, больше ничего не нашли. С аэродрома тем временем уже взлетали эскадрильи краснозвездных боевых самолетов. Этот эпизод сыграл важную роль в истории минно-розыскной службы. С апреля 1943 года, когда это произошло, собаки-минеры прочно встали на вооружение армии. Это совпало по времени с моментом решительного перелома в ходе войны, когда стала быстро расти потребность в разминировании. Собак-разминировщиков стали в обязательном порядке предавать всем инженерным частям. Были созданы и самостоятельно действующие собаковоческие подразделения, так сказать, летучие бригады, перебрасывающиеся на различные участки фронта по мере надобности. К концу войны не было ни одного фронта, где не работали бы собаки-разминировщики. Для этой цели оказались пригодными все собаки с достаточно острым чутьем лайки, сеттеры, пойнтеры, континентальные легавые, овчарки, спаниелей, таксы. Но мы все же предпочитали настоящих служебных собак и прежде всего разумеется овчарок. Успешно ищут мины доберман пинчеры, эрдель тарьеры, боксеры, но тем не менее все наше подразделение укомплектовано исключительно овчарками. Странно, что их до самого последнего времени называли немецкими. Теперь эти немецкие овчарки очень хорошо служат нам в борьбе с немецким фашизмом. Решение назвать эту породу собак восточно-европейской овчаркой было принято после войны, хотя потребность в этом назрела уже давно и прежнее название сохранялось лишь по привычке. Так называемая немецкая овчарка послужила лишь исходным материалом для большой селекционной работы советских собаководов, в результате которой возникла порода, отличающаяся необычайно высокими рабочими качествами, пригодность служить в любых климатических условиях, вплоть до Крайнего Севера, универсальность использования, выносливость и неприхотливость, предность хозяину и так далее. Сейчас одна из самых распространенных служебных пород в СССР. Глава четвертая Наш быт это почти непрерывное передвижение. Где-то отвоевали у врага кусок земли, требуется произвести разминировку собаки пожалуйте сюда. Готовится наступление, саперы проделывают проходы, опять вызывают собак. Может пригодится их помощь. Забыты времена, про которые еще недавно рассказывал капитан. Теперь мы уже не единоличники, нет, обязательные рот оружия, полноправные непременные члены огромного фронтового коллектива. Мы приносим реальную и немалую пользу. Наше участие необходимо там и тут. И потому нас так часто перебрасывают из конца в конец по фронту. Закончили в одном месте, тотчас выезжаем в другое, как пожарная команда. У города городка на фронтовой дороге подорвалась автомашина. Место взрыва цепили, вызвали нас. Мы приехали, немедленно приступили к разминировке. С двух сторон пошли по три собаки, одна по полотну дороги, две другие по кюветам. Автомашин собралось на дороге, тьма, везут снаряды к фронту, двигаются тяжелые провиантные фуры, едут штабные, каждый требует пропусти, говоришь нельзя, не верят, да мы тут ездили. Потом увидят, смотри, собаки, следят за действиями животных с напряжением, острым любопытством. По колонне машин уже распространилось известие, что собаки ищут мины. Собака села, вынули мину, общий восторг. Кричишь, тише, собакам нужно работать, они команды не слышат. Какое там, люди лезли на кузова, чтобы рассмотреть происходящее получше, во всеуслышание обменивались замечаниями. Было найдено четыре мины, вынули их, потом обезвреженные положили обочину дороги, потом каждый, видевши это, подходил к нашим вожатым, хлопал по плечу, говорил, здорово. Другие спрашивали, долго вы их учили? Не было такой машины, которая не предлагала бы подвезти собак. Мне очень хорошо понятно восхищение людей, видящих, какие чудеса творят собаки. Для каждого непосвященного в таинство дрессировки, чтобы собака отыскивала мину, действительно чудо. Никогда не забуду одну встречу на фронтовой дороге. Шел первый день нашего наступления. Мы продвигались вперед, а на встречу нам по обочине пыльной жаркой дороги медленно тянулась цепочка раненых, которые могли передвигаться сами. Других тяжелых везли на санитарных машинах, на грузовиках. Под деревом в тени остановилась автомашина. Над бортами виднелось несколько забинтованных голов, бессильно поникших вниз. Подъехали мы. Я заглянула в кузов и невольно содрогнулась, не смогла подавить своих чувств. Там лежали раненые саперы. Вы сразу отличите раненого сапера. Все ранения в лицо, в голову, выжжены глаза, оторваны руки, ноги. Сапер ошибается один раз. Сапер прокладывает путь армии. Он первый идет на врага, первый принимает его удар, сталкиваясь собой. Главная наша работа на минных полях. Порядок на минном поле очень строгий. Собака на поводке, человек идет прямо, а четвероногий минер зигзагом, производя пояс, как идет разыскная собака и щейка, как охотничья хорошо натасканная собака отыскивает дичь в перелеске на лугах. Нашла, села. Коротким щупом вожатый нащупал заложенный сюрприз, поставил вешку. Вешки ставятся справа с левой стороны идет другой с собакой, тоже ставит вешки. Второй на 30 метров позади. Дистанция должна соблюдаться неукоснительно. Категорически запрещено на минном поле шуметь, делать произвольные движения в ту или иную сторону, вообще отвлекаться и отвлекать других. Надо помнить, что под ногами смерть. Впрочем, забыть об этом невозможно, даже если бы хотел. Смерть. Она притаилась. Мы ищем ее. Ее нарочно запрятали так, чтобы она могла поразить вернее, внезапнее. Мы ищем эту притаившуюся смерть, чтобы уничтожить ее. Уничтожить смерть, как это парадоксально звучит. Собака ищет и находит. Человек обезвреживает. Не думайте, что минное поле это обязательно нечто такое, что вы сразу определите его по зловещему виду. О нет, у минного поля, может быть, и чаще бывает именно так, очень невинный, очень мирный, даже манящий вид. Цветут лютик и ромашка, жужжат шмели и осы, бабочки перепархивают с цветка на цветок, а там под ними, под цветками и бабочками, притаилась гадина, готовая ужалить насмерть. Мы, как охотники, выслеживаем ее, и нас не обманут ни эта ромашка, ни безмятежное очарование пейзажа. Печет, чтобы с собаками не случилось солнечного удара, на них шляпы из парусины, целый день на пекле. Языки высунуты, стекает прозрачная клейкая слюна, учащенно ходят бока. Людям легче. Если работа производится не в непосредственной близости от переднего края, в ближнем тылу, они могут скинуть себя изрядно надоевшую, хотя и ставшую привычной амуницию, стянуть гимнастерки и остаться в легких безрукавых майках. Кой-кто обнажился до пояса. Лица и спины черны, выдубили под солнцем. Чтобы вспомнить, какого цвета была кожа раньше, надо разжать кулак, удерживавший поводок или щуп и посмотреть на ладонь. В высокой траве издали не всегда увидишь собаку, только мелькнет время от времени пушистый хвост или покажутся уши. Видно лишь, как неторопливо методично передвигается человек. Вот он остановился. Это значит, что еще раньше остановилась и села собака. Согнулся. Что-то томительно долго осторожно осторожно нащупывает перед собой, потом выпрямился и, кажется, даже на расстоянии слышно, как вырвался облегченный глубокий вздох из груди. Есть! Нашли! Тут она! Теперь уж не скроется никуда. Я сказала, что основной у нас минные поля, но чем дальше на запад откатывается враг под ударами советских войск, тем чаще наша работа переносится на территории населенных пунктов. В бессильной злобе враг старается уничтожить наши города, села, он сжет и взрывает все, что удается. Там, где почему-либо это ему не пришлось сделать, закладывает фугас огромной разрушительной силы, мины замедленного действия. Мы должны успеть вовремя обезвредить их. Условия для работы собак-разминировщиков в населенном пункте, как правило, много сложнее, чем на открытом пространстве. Срок исполнения всегда сжат до предела. В редкие периоды затишья производим тренировочные фронтовые занятия. Повторение мать-учения. Это относится и к собакам. Глава пятая. Разминируем город Икс. Он только что освобожден, кругом следы поспешного бегства гитлеровцев, разбитые мостовые, простреленные стены, порванные провода. Город освобожден, но он все еще как бы в состоянии осады. Передвигаться по нему опасно. Входить в дома того опаснее. Мины. К моменту нашего приезда там уже работали бригады саперов. В эту работу немедленно, как говорится, сходу включились и мы со своими животными. Срок был дан самый жесткий. Здесь отличилась Нера. Нашла фугаску, закупанную на глубину в 1 метр 20 сантиметров. Это был первый случай по фронту, когда заложенный фугас удалось обнаружить на такой глубине. Глава шестая. Опозорился доктор минных наук, пес желтый. Долго водил за собой вожатого по какому-то подвалу, потом принялся разрывать кучу мусора в углу, передавил лапами массу бутылок, склянок, осколками сильно рассадил себе живот, ползая и вынюхивая землю, а в заключении казалось, что никаких мин в подвале нет. В земле был закопан громадный бидон с керосином. Сбежавший с гитлеровцами хозяин дома, в прошлом торговец, при немцах он был чем-то вроде колодочного надзирателя по-старому, очевидно припас керосин на черный день. Находка в общем-то не так плоха, учитывая, что ограбленное гитлеровцами население очень нуждается в керосине. Плохо, что долго не заживает брюхо желтого. Мы давно уже не в Икс, снова на просторе лугов и полей, а у него никак не сходят глубокие кровоточащие болячки. Чтобы они не загрязнялись при ползании по земле, пришлось шить для него специальную попону-мундир из прочной материи, подстеженной снизу для мягкости ватой, с шинельными пуговицами, застегивающимися на спине. Теперь недели две будет ходить в этой униформе. Врач с работы его не снимает, не дал бюллетеня, сострил Христофорчик. Глава седьмая Оказывается, о наших делах прослышали в тылу. Из политотдела сообщили, к нам едет делегация трудящихся Москвы. Радостные события, все взволнованы. Капитан десятый раз задает один и тот же вопрос, чем бы таким необычным поприветствовать делегатов. Христофорчик суетится, наводит порядок в хозяйстве, вожатые моют и чистят собак. Думали и придумали устроить показательное учение с собаками. Толовикам должно быть интересно. Сначала шло все так, как было задумано. Гости приехали, познакомились с личным составом, осмотрели собак, помощников бойцов, посмеялись над желтым. Вид у него действительно уморительный. Одним из гостей оказался знатный колхозный животновод из Подмосковья. Его особенно заинтересовал мундир желтого. Удобная штука. Спросил, кто шил. пришлось сказать, что я. Для учения выделили лучших собак, положили в разных местах учебные мины, начали, и неожиданно намеченное невидное упражнение вылилось в происшествие совсем другого рода. Один из бойцов прошел с собакой уже половину поля, вдруг слышим, стреляет, обернулся в нашу сторону и снова дал условный выстрел в воздух. Капитан немедленно скомандовал отставить учение. Что случилось? Ну что может случиться в нашем деле? Конечно, мина, настоящая боевая мина, так называемая крылатка, очень опасная, прикасаться к ней нельзя. Очевидно, немцы ночью сбросились с самолета. Таким способом они иногда минируют озера, реки, открытые пространства. Одна ли? Учебное подразделение убрали, поставили боевое и нашли 16 крылаток. Гости совершенно непредусмотренно получили полное представление о том, как работают собаки в настоящих полевых условиях. А нам признаться, было уже не до них. Близко штаб фронта. Если крылатки появились здесь, они могут оказаться и там, около штаба, а никто не догадывается об этом. Искать, немедленно искать. Но как искать, когда начало быстро темнеть? Все саперы обычно ночные деятели, но мы с нашими животными вынуждены держаться другого правила. По телефону предупредили штаб, чтобы там приняли все меры предосторожности, ограничили передвижение людей и машин, ночью самое движение. Делегаты, разумеется, тоже никуда не тронулись, заночевали у нас. С нетерпением ждали утра. Едва начало светать, пошли, прощупали все пути и дорожки, ведущие к селу, где расположился штаб. Обошли вокруг села несколько раз. Пять крылаток нашли. Где б вы думали? Не на дороге, нет, в саду, примыкающем к дому, где жил командующий фронтом. Глава восьмая. На какие только подлости и вероловства не пускается враг в своем изуверском стремлении причинить нам как можно больший урон оставить после себя долго не заживающие раны. Наши войска после упорных боев освободили город П. Город горит. Бойцы уцелевшие население тушат пожары, стараясь спасти то, что еще можно спасти. Чад, копоть, рев пламени и грохот рушащихся зданий. Взлетают вихри пылающих головней и быстрых рассыпающихся как в фееверке искр. В удушливом жару мечутся люди. Маленькие дети, уцепившись за юбки матерей, остекленевшими от ужаса глазенками, смотрят на огонь, пожирающий все то, что еще недавно было их домом. Спасательные работы ослаждены тем, что все вокруг заминировано. Повсюду надписи на табличках и просто мелом на стене «Осторожно, мины! Входить нельзя! Мины! Или коротко Мины! Город разминирует гвардейский батальон минеров. Нас с собаками посылают с контрольной проверкой. Захвачен немецкий госпиталь. На койках трупы. Гитлеровцы не успели их увезти. Помещение одно из немногих сохранившихся в городе. Нужно срочно очистить, чтобы разместить наших раненых. С собаками работать невозможно. Разбита аптечка, удушливый запах еда формы наполняет этажи. Им пропитаны все предметы. Тем не менее приказ послать собак. Помещение считалось разминированным. Дело за поверкой. Динка черная походила-походила и села у кровати. Кровать чистая, только лежит матрас. Зашли с другой стороны, опять села. Привязали к койке веревку, дернули из окна, так что койка проехалась по полу несколько метров. Ничего не произошло. Вернулись в помещение, опять села. Тогда взялись за матрас. И действительно, мина узкая, тонкая, вроде небольшой дощечки, оказалась в матрасе. Разминировали завод. Там при поверке нашли мину в трансмиссии. Обнаружил ее лайка рыжик. Кажется, рыжика я еще не представляла читателю. Рыжик единственный представитель другой породы в своре овчарок и еще один продукт мазоринской заботы и любви к животным. Опекать слабых и беззащитных черта капитана. Лайка была направлена из Свердловска для ездовой службы, но оказалась недостаточно крепка. Александр Павлович взял ее к себе, поправил усиленной кормежкой, самолично обучил искать мины, и она стала работать наравне со всеми. С тех пор рыжик, подобно Альфу, повсюду старается увязаться за капитаном. Так вот, эта самая лаечка обследует цех, сел на цементный пол и не сдвинулась с места, пока вожатый не добрался до трансмиссии. Мина была вверху, и собака держала нос кверху. Рыжик вообще очень хорошо работает верховым чутьем. Это у них в породе. Недаром лайки, лучшие промысловые собаки, превосходно ищущие на белку, на боровую дичь. Но больше всех повезло в этот по наружной территории завода. Неожиданно он сел. Место ровное, ничего подозрительного незаметно. Попробовали рыть? Никаких признаков мины. Даже пожурили его. Эх, стар уже, людей вводишь в заблуждение. Пошли еще раз. Он, ковыляя на своих изувеченных лапах, довольно быстро вторично обследовал отведенный ему участок и потянул на то же место. Пришел и опять сел. Стали копать глубже. Вырыли яму глубиной метра два. Снова впустую. Рассердились на собаку. Водит за нос, а тут копай. Водит-то водит. Ефрейтор Алексей Жилкин, молоденький вожатый дозора, почесал себя за ухом, сдвинув пилотку, и, морща загорелый лоб, пораскинул умом. Затем, посоветовавшись своим ближайшим начальством, старшиной отделения, изрек. Пусть поводит еще. И пошли в третий раз по территории. Нарочно начали с другого конца, петляли туда и сюда, и что же, дозор сел на том же самом месте в третий раз. Не будет собака садиться зря. Ему командуют вперед, ищи, а он как прилип. Придет ушами, смотрит выразительно на Жилкина, словно хочет сказать, куда ты меня посылаешь, я же нашел, вот. Стали копать, что говорится до победного. И докопались до мины чудовищной взрывной силы 250 кило весом. Она лежала на трехметровой глубине. Специалисты говорят, что если бы она взорвалась, то взлетела бы на воздух половина города. Постепенно мы привыкаем ко всем этим хитростям. Нас не проведешь, сказал один боец, а точнее не проведешь наших собак. Из-под земли выруют, на небе учуют, от них не спрячешь. Жители возвращаются уцелевшие дома, появились инженеры, рабочие в разминированных корпусах завода. И так приятно, может ли вы понять меня, сами не испытав этого чувства, когда вместо надписи «Входить нельзя мины», появляется другая «Мин нет», Тростникова. Тростникова это я. Глава девятая. Занятный эпизод произошел с пехотным генералом. Генерал пять дней жил в землянке. К нему по какому-то делу вызвали капитана Мазорина. Капитан прибыл по обыкновению в сопровождении своего телохранителя Альфа. Они неразлучны круглые сутки. Даже когда капитан спит, Альф и тогда находится при нем, оберегает его покой. Альф только вошел вслед за хозяином в землянку, сразу же потянул носом, обнюхал все углы, стены, попытался даже привскочить на задних лапах, чтобы достать повыше, затем сел, вверх, как ствол зенитного пулемета и продолжая напряженно втягивать ноздрями воздух. Что это с ним? Удивился генерал. Еду учуял. На столе у генерала как раз стояла горячая яичница. Прошу вас немедленно покинуть землянку. Место ответа отчеканил Мазорин. Что? Генерал даже побагровел от неожиданности, сочтя в первый момент слова капитана за неслыханное нарушение устава. В нескольких словах капитан объяснил ему, как это надо понимать. Конечно, Альф не подвел. Мина была заложена в потолке. В эти же дни произошел эпизод со складом боеприпасов. Боеприпасы были сложены на большой поляне у леса. Неожиданно подорвалась автомашина, подъезжавшая с грузом к складу. Стали расследовать причины, пустили собак, и те обнаружили несколько мин нажимного действия под самыми снарядами. Мины не взорвались чудом. Глава 10. Зима. Белые хлопья валятся с неба. Собаки, утопая по брюху, бродят по снеговой поляне, зарываются с головой в снег, шумно отдувая его от ноздрей. Чтобы не зачерпать валенки, вожатые надевают на коленники или спускают поверх голени широкие брезентовые штаны, которые делают их похожими на моряков или грузчиков. И зимой надо искать мины. Война идет круглый год. Так и наша охота за смертью не знают перерывов, не в пример обычной охоте, где строго соблюдается сезонность. Мохнатый минер Ара неожиданно села на бугре, потопталась, повеляла хвостом из стороны в сторону, приминая снег, и села. Нашли радиостанцию и 15 исправных винтовок. Немцы закопали. Ару привлек запах кислоты аккумулятора радиостанции. Остановились в деревне. Не деревня, а погост. Ее сожгли немцы. Над пеплом и запустением сиротливо торчат закопченные русские печи. С одной спугнули кошку. Рефлекс все еще искала тепло на печи, хотя хозяев давно уже нет, лежанка холодная. Все жители ушли. Уцелела лишь одна избушка. Стояла на отлете, потому и пощадил огонь. Капитан сделала ее своей штаб-квартирой. Христофорчик сразу захлопотал по хозяйству, послал нарубить дров, чтобы протопить печь и обогреть избенку. Капитан разложил на столе карту. Вдруг заметил. Рыжик ушел под печку, ходит там, фыркает, пытается сесть, а пространство тесное, стукается головой о кирпичный свод и по этому движению поняли, что там мина. Собаку вытащили, осторожно вынули несколько кирпичей. Мина была вмонтирована как раз под топкой. Как только затопили бы печь, взорвалась бы. Оттого была целая избенка. Оставили нарушно. Страшно было подумать, что могло произойти. В первую очередь мог погибнуть капитан. Он простудился в последнее время, сильно кашлял и мечтал отогреться у печи, у настоящей русской печи, как он выразился, чтобы жаром так и пыхало. В связи с находкой Рыжика Христофорчик пустился в пространное рассуждение о том, что нам теперь, особенно для работы в населенных пунктах, непременно следовало бы иметь собак разного калибра. Он так и сказал, калибра. Обычно его манера строит речь на непривычных словосочетаниях. Вплоть, быть может, до такс и фокстерьеров. Почему Мину нашел именно Рыжик? Почему я не обнаружил хотя бы тот же Альф, чутью которого мы все привыкли безоговорочно доверять? Да потому, что Рыжик меньше габаритами, и он сумел протиснуться под печку, куда, наверное, до него лазали только кошки. Вот уж истина, добро никогда не пропадет зря. Это я про Мазорина, вспоминая, как он выхаживал Рыжика. Уже давно за спиной утонула среди снегов та сожженная деревня с ее печальными памятниками прежней мирной жизни, видными издалека черными печными трубами. А я все еще не могу спокойно вспомнить об этой мине в подпечье. Украдкая других, лаская и без конца угощаю Рыжика лакомством. Милый Рыжик, спасибо тебе за капитана. Ох, капитан Мазорин, капитан Мазорин, если бы вы знали, что я пережила тогда, узнав, какой опасности вы избегли. Глава 11 Разминируем бывшее Корсунь-Шевченковское окружение или, выражаясь языком немцев, котел, где нашла свой конец крупная группировка противника. Условия тяжелейшие. Не бывала ранняя весна, дожди в перемешку со снегопадом, тотчас тоже превращающимся в воду, превратили дороги и поля в неоглядные болота жидкой грязи. Грязь по брюху, собака не может сесть. Бойцы в серой непросыхающей корости с головы допят. Вымотались до последней степени и люди, и животные. Но нельзя терять ни одного часа. Наше наступление продолжается нарастающим темпом, наперекор страшной распутицы или, скорее, наоборот, в полном взаимодействии с силами природы, поскольку именно на внезапности строился план нашего командования. Немцев такую погоду не заставишь двинуться с места, а наши солдаты, чудо-богатыри, шагают по грязи, подоткнув полы шинели, шагают неторопливо на взгляд, да податливо, усталые и довольные, охваченные единым порывом. Вперед! На запад! Вперед! На запад! Это стало нашим боевым кличем. Помогает освобождать родную землю, придает каждому силы. Расплескивая грязь по истерзанным залитым водой большакам и проселкам, а местами напрямик через поля громыхают танки с десантом автоматчиков на броне. Наши неутомимые везде проходящие знаменитые тридцать четверки. Ползут тракторы с тяжелыми пушками на прицепе, орудийный гул откатывается все дальше и дальше. Еще сегодня он был, кажется, вон там, за бугром, а завтра его уже чуть слышно, и второй эшелон должен подтягиваться, чтобы не торваться от первого. Колесные машины буксуют, и наши бойцы тащат на себе все имущество. Котел для варки пищи собакам, бачки и прочее. Выбились из сил, сели, с трудом отыскав на пригорке местечко по суше. Не успели перевести дух, Христофорчик уже поднимает на ноги. Товарищи, веселее, теперь у нас есть опыт. И двинулись дальше. Линия фронта передвигается так стремительно, что армейские тылы отстают. Но с нашим Христофорчиком не пропадешь. Он ухитряется найти выход из любого положения, пользуясь для этого любыми доступными ему средствами. Почти родня Колумбу. Без улыбки, но с неподражаемым комизмом любит он повторять про себя, подразумевая сходство своей фамилии с именем знаменитого мореплавателя, открывшего Америку. Я подозреваю, что это льстит ему. Желая, очевидно, сказать тем самым, что и он не лыком шит. И в этом, мне кажется, весь Христофорчик с его достоинствами и слабостями. Но недавно нашему Колумбу пришлось по милости капитана пережить несколько неприятных минут. По вине снабженцев задержался подвоз продуктов питания для людей и собак. Сутки был перебой, а на следующие сутки капитан с удивлением обнаружил, что все бойцы накормлены, сытые собаки. У некоторых в бочках оказались даже несъеденные остатки пищи. Откуда все это? Спросил капитан у старшего лейтенанта. Это? Делая невинное лицо, переспросил тот точь-точь, как поступают маленькие ребята, когда чувствуют за собой какую-нибудь провинность. От благодарного населения, товарищ капитан. От какого населения? От местного. И прежде за Христофорчиком водились грешки. Какими-то таинственными путями в подразделении нередко оказывались свежие яйца, мясо в такое время, когда в соседних частях этого не было и в помене. Однако на этот раз он побил все рекорды. От капитана он получил строжайшие предупреждения, чтобы не было повторения подобных случаев. Потом, когда они остались одни, меня они не стесняются, Христофорчик, желая очевидно оправдаться, заявил, «А о собаках надо заботиться?» Я спрашиваю, «Надо?» «Надо», хладнокровно согласился капитан, бросая взгляд в мою сторону, говоривший, «Ну, теперь он не успокоится долго». «Ну вот, у человека есть энзе, а у собаки что?» Энзе — это неприкосновенный запас, сухари, консервы, его имеет при себе каждый боец. «Что же, прикажете ей голодный сидеть, да?» не унимался Христофорчик. «А кто будет мины искать? Я? Да? Да я был бы последним человеком, если бы допустил это. Собаку надо любить. Об этом даже Лев Толстой сказал». «Что сказал Лев Толстой?» поинтересовалась я. «Он сказал про одного гражданина, что тот был бы отъявленным мерзавцем, если бы не пытал страсти к собакам». «Стало быть, ты хочешь сказать, что для тебя еще не все потеряно?» с тонкой иронией заметил капитан, улыбаясь одними глазами. Обиженный Христофорчик замолчал. Не в оправдании Христофорчика, а справедливости ради надо заметить, что для благодарности у населения есть все причины. На минах подрываются не только военные, не щадят они и гражданских лиц». Глава 12. «Чрезвычайное происшествие. ЧП». Так в армии принято обозначать что-либо выходящее из уставных норм, непредвиденное. Кто-нибудь нечаянно поранил сам себя и тому подобное. Вообще говоря, несчастный случай. Но у нас и ЧП особого рода. Виновник Харш. Мы стояли близко от переднего края, очищая от мин пути подхода наших войск на территории, где недавно прошли бои. Вечером капитан заметил, что Харш часто убегает куда-то, я уже говорил, что он пользуется свободой, и возвращается, облизываясь. Капитан решил выследить его, и когда Харш опять убежал, пошел за ним следом. Было уже довольно поздно, но светила полная луна. Мазорин сделал два десятка шагов в сторону от лагеря и увидел, что за пригорком то покажется, то спрячутся собачьи уши. Он направился на этот знак, поднялся на пригорок и отпрянул. Две собаки рвали с двух сторон труп в голубовато-зеленой гитлеровской шинели, рядом валялась каска. В одном из этих людоедов капитан сразу узнал Харша, вторым оказался Зай, отвязавшийся и последовавший за Харшем. Время от времени то один, то другой поднимали головы, прислушиваясь, а затем продолжали свое занятие. «Как я не застрелил их тут же, не знаю», говорил потом капитан. Он выхватил из кобуры пистолет, но собаки, мгновенно поняв его жест, бросили добычу и опрометью кинулись на утек к лагерю. Александр Павлович вернулся, дрожа от ярости и отвращения. Я еще никогда не видел его таким. Собаки, смирные как овечки, сидели на своих местах, поджав хвосты. Он ничего не сделал им, но приказал вожатым, привязав собак, получше следить за ними. Этот случай никак не изгладится из моей памяти, и я не могу теперь заставить себя прикоснуться к Харшу. Мне все время кажется, что я вижу, как он пожирает труп немца, и эта мерзительная картина стоит у меня перед глазами. Виной всему, конечно, прежде всего необыкновенная прожорливость, Харша, но когда я начинаю думать об его падении, то у меня невольно рождаются и другие мысли. На войне навидаешься всякого, война калечит и убивает людей, и она же превращает в людоеда животное, которое издавна призвано служить человеку. Это еще одна из страшных грима с войны. Глава тринадцатая Убила затейку московскую. Она нашла около семисот мин, а потом, осмелев чрезмерно, понюхала одно из своих находок и оторвало голову. Так иногда и люди теряют чувство осторожности. Интересно подвести некоторые итоги. Динка Черная нашла шестьсот тридцать пять мин и различных сюрпризов. Динка Серая четыреста пятьдесят, Альф семьсот семьсот семьсот, Дозор без малого девятьсот, Чингис почти тысячу, Доктор минных наук Желтый тысяча триста семьдесят четыре и так далее. Всего на счету нашего подразделения десятки тысяч найденных обезвреженных мин, фугасов и прочей прелести. После этого как не скажешь про наших мохнатых фронтовых помощников герои? Но собака работает успешно тогда, когда ею хорошо руководит человек. Не случайно все наши вожатые и инструкторы службы собак отмечены правительственными наградами. Вся рота минеров орденоносцы. Среди них есть немало тысячников, то есть имеющих на своем лицевом счету по тысяче и более мин. Затейка не первая наша потеря. Мы потеряли Динку штопанную, тоже подорвалась на мине. Очень глупо погибла Динка тощая. На наших глазах была разорна в клочки дикая козуля, которая нелегкая занесла на минное поле. Динка тощая, не выдержав вида добычи, бросилась за нею, оставив конец оборванного поводка в руках вожатого. Не смогла совладать словчим инстинктом, который мы все время стараемся подавить дрессировкой и была жестоко наказана за это. Словно что-то борьется в сердце, когда слышишь взрыв на минном поле. Взрыв значит кто-то погиб. Кто? Человек или животное? А может быть оба сразу? Хоть я и писала, что с применением собаки специальность минера перестала быть такой гибельной, какой мы ее знали раньше, но мина есть мина и доля риска всегда остается. Вот почему так суров капитан со всякими нарушителями порядка установленного для минного поля, даже если отступление от этого порядка самое ничтожное. Недавний случай. Мазорину зачем-то понадобился сержант Лепендин. Отделение работало на минном поле. Сейчас же по цепи передали сержанта Лепендина капитану. Проходит пять минут, десять, сержанта нет, а вдали откликается, значит приказ слышали. Капитан послал Христофорчика. Пойдите выясните в чем там дело. Не дожидаясь, пока посланный вернется и доложит, направился сам туда же и на полдороги застал старшего лейтенанта отчитывающим сержанта. Стоя на вытяжку, Лепендин поблескив стеклами очков, недавно ему засыпало землей глаз и врач прописал носить очки. Что-то односложно отвечал, а Христофорчик по своему обычаю, сразу воспламеняясь, нетерпеливо выкрикивал фальцетом. Я требую, чтобы вы сообщили мне, что вы делали на минном поле и уже совсем в стиле Христофорчика. Скажите, пока я не вошел в психологию. Увидев приближающего капитана, он приосанился и звонко прокричал «Смирненько!» Он всегда командует место смирно смирненько, место в ногу в ножку, можно помереть со смеху, слушая, и затем почти без перерыва в прежнем разносном тоне «Снимите очки, смотрите на начальство чистыми глазами». Капитан сделал легкое движение, чтобы он замолчал. Если Христофорчика не остановить, он и в самом деле войдет в психологию. Почему долго не шли? Выяснилось, что сержант потерял нож. Где? Да вот здесь. Капитан внимательно посмотрел на Лепендина. Тот отвел глаза. А ну, дайте вашу руку. Капитан дал Альфу понюхать руку сержанта, затем приказал «Ищи», и пес повел Мазорина за собой. Еще не было случая, чтобы черныш, как солдаты прозвали Альфа, не нашел потерянный предмет. Можно забросить серебряную монету в траву, зашвырнуть ее настолько хватит сил, Альф все равно найдет. «Взять не может?» сядет перед ней. Скажешь, возьми, носом подковырнет, как бы показывая. Вот она. Через несколько минут нож был найден, но совсем не в том месте, куда показывал сержант, а метров за триста в стороне. За нарушение порядка на минном поле сержант получил строгое внушение и пять нарядов вне очереди, а за попытку скрыть вдвойне. Чувство опасности, постоянно сопутствующей работе минера, постоянно притупляется. Только этим можно объяснить поступок Лепендина, который до описанного случая не имел ни одного замечания, считался исполнительным бойцом. Не знаю, как кто, но я не могу свыкнуться с этим чувством. Нервы непрерывно напряжены, и это иной раз приводит к совершенно неожиданным последствиям. Сижу как-то в доме, вечер, сижу одна, в солдатской службе выдался кратковременный перерыв, можно заняться личными делами, почистить обмундирование, постираться, поверите ли, даже постирать белье сейчас удовольствие. На войне как никогда познаешь сладость мирных, милых тебе у тех, желанность тех бесчисленных мелких радостей, которыми окружил себя человек, и каждый из нас носит в сердце какую-нибудь очень простенькую мечту посидеть вечером с книжечкой на диване, сходить в театр и послушать музыку, или просто отвести душу за непринужденные беседы в кругу близких друзей, родных. Кажется, ну что в этом может быть несуществимого, а нам все приходится откладывать до конца войны. И в этих условиях даже стирка, на которой все женщины смотрят как на скучную изнурительную работу, воспринимается как нечто весьма желанное. И вдруг слышу, тикают часы. А перед тем была статья во фронтовой газете, где описывалось, как немцы заминировали мельницу часовым механизмом. Никак эта статья не выходит из головы. Часов нигде нет. Уж не галлюцинация ли? Прислушаюсь, затаю дыхание. Нет, тикают. Вышла на улицу, сходила к бойцам, побывала у собак, освежилась на воздухе, по дороге еще поболтала о разных пустяках с рестофорчиком. Вернулась домой, тикает. Чувствую, что больше ни о чем другом думать не могу. Принялась обшаривать дом. Наконец догадалась заглянуть под кровать. Там мина с часами, с будильником. Мина разоружена. Накануне ее закладывали для тренировок, а потом принесли и сунули под широкую деревенскую кровать. Фу ты! Вздохнула с облегчением. Даже стыдно стало. Ничего страшного, а меня чуть с ума не свело это тиканье. Не подумайте, что я трусиха. И капитан, и бойцы не раз высказывали свое одобрение, как я переношу бомбежку, артиллерийский обстрел. А вот тут сдали нервы. И мне кажется, это вполне естественно. Обстрел, бомбежка, там все на виду. А мина? Сколько мин, столько и неожиданностей. На моей памяти та эволюция, которую претерпела минная техника за годы войны. Сперва были мины, как мины, нажимного действия. Ступишь на нее, взорвется. Не ступишь, будет лежать хоть до скончания века. Потом появились со всякими дополнительными хитроумными устройствами, срывателями на боку, с несколькими взрывателями, с проволочками, протянутыми в сторону от мины, так что можно пройти в нескольких метрах от нее, а она все равно взорвется. Прыгающие мины, крылатки, плавучие, которые течением прибивают к берегу. Иногда мины могут быть незаметно соединены между собой. Заденешь одну, взорвется и другая. Могут быть целые комбинации мин, пасьянц, говорят саперы, могут располагаться в несколько рядов, один над другим. В этих делах фантазия у противника неистащимая. Иногда мы их снимаем, иногда подрываем тут же на месте. Мало того, немцы стали закладывать глубинные мины замедленного действия с часовым механизмом. Может взорваться через час, через сутки, а может и через неделю. Мина с химическим механизмом. Самое страшное. В мине идет химическая реакция, а когда переезд волосок, который приведет действий взрыватель, никто не знает. Минная война известна издавна, но гитлеровцы превратили ее в особенную, беспощадную, предательскую. Поэтому-то нашим минерам, невзирая на постоянную боевую практику, приходится еще тренироваться, учиться, чтобы уметь разгадать любую вражескую уловку, быть всегда, как говорится, во всеоружии. Можно восхищаться мужеством и самоотвержением наших людей, которые достигли во всем этом поистине виртуозного мастерства. Тот же Лепендин, он разоружит любую мину, разгадает любой секрет, зачастую по одной детали безошибочно определив все устройство. У него развелось какое-то особое шестое чувство, помогающее минеру избежать подстерегающей его опасности. Минер как музыкант, и руки у него такие же музыкальные. А посмотришь на них заскорузлые, черные, как у землероба. Впрочем, все наши люди от рядового до командира и вправду землеробы постоянно роются, ощупывают, оглаживают землю. Эх ты, матушка наша, кормилица, нашпиговали тебя всякой нечистью, теперь очищай. И собакам тоже приходится постоянно совершенствовать свое искусство. Для отработки чутья закладываем разоруженную мину на дороге, потом по ней неделю ездят, за это время пройдет не один дождь, ждем, чтобы пропал всякий запах, и после этого пускаем собаку. Найди. Минобеззрыватели прячем под лежневку в болото. Опять. Найди. Собаки приучились работать и на тиканье часового механизма. Знакомый звук. Как услышат теперь где-нибудь, сразу садятся. Глава четырнадцатая. Наступление. Наступление. Оно продолжается с неослабевающей силой. Минула небольшая передышка и опять вперед на запад. Погода, жара, сушь, пыль клубится до небес, дороги не способны вместить всю массу техники, которая выплеснулась из всех окрестных перелесков, где укрывалась до поры до времени, а теперь неудержимой лавиной катится на врага. Танки, пушки, тяжелые автофургоны, медсанбатовские повозки, снова танки, бесконечная вереница автомашин, груженных боеприпасами, снаряжением, продуктами питания и опять пушки, пушки всех образцов и назначения. Короткорылые, длинноствольные, зенитные, противотанковые. Они движутся в три, в пять, в десять рядов, идут прямо по полям. В воздухе реют самолеты, четким строем, проносясь над войсками, и все уходят туда же, на запад, на запад. Идет сила, сметающая перед собой все преграды, ломающая отчаянное сопротивление врага, сила, выкованная героическим трудом советских людей в тылу, на заводах Урала и Сибири. Идут и едут люди, шагают коренастые армейские лошадки, загорелые ездовые весело потряхивают вожжами, воздух сотрясается от непрерывного рокота моторов, и где-то среди этого нескончаемого необразимого потока наше подразделение, собаки. Ночью яркие сполохи по горизонту, бьет артиллерия. Она бьет и близко, и далеко. Иногда ляжешь спать где-нибудь под кустом, а на рассвете тебя словно подбросит на твоей травяной постели, от залпа где-нибудь за леском. Среди ночи подъедет батарея, займет огневую позицию и начнет обстрел противника. Проснешься и уже больше не спишь. А собаки ничего, даже не взлают. Привыкли. Они уже настолько втянулись в такую жизнь, что, кажется, перестали замечать и грохот орудийной пальбы и тысячи других резких раздражителей. Никакие отвлечения для них не существуют. Они преображаются, когда раздается команда «мины», «ищи». Ездим на шести грузовиках. Стоит крикнуть по машинам, собаки начинают бешено лаять. Альф, сломя голову, бросается в кабину. Любит ездить в кабине, а не в кузове. Он сидит между капитаном и шофером, неудобно, пытается лечь, наваливается то на одного, то на другого. Потом, когда делается невмоготу, принимается часто и тяжело дышать. Время от времени облизнется и лизнет капитана, словно спрашивая «Скоро приедем. Когда кончится это мучение?» Работы больше, чем когда-либо. За разминированием каждый проходит минимум 25 километров в день. Альф исхудал. Он никогда не был особенно толстым, а теперь просто приходится удивляться, как его еще ноги носят. Солдаты прозвали его по-украински «Шкедлой». Сильно тащали все собаки. Маршрут следования нашей колонны отмечен на местности колышками с дощечками с дорогой для всех нас с надписью «Мин нет». За постановкой их усердно наблюдает Христофорчик. Одно время старший лейтенант не был так внимателен к этой заключительной детали нашей работы. Считал разминированно и ладно. Но после того, как ему однажды пришлось прогнать из-за этого назад километров 70, он научился их ставить. Интересно бы проехать по этим местам лет через 10-20 и где-нибудь на стене дома под слоем свежей известки прочитать поплывшие от времени не раз замазавшиеся и все еще существующие слова торопливо начертаны твоей рукой. Проверено мин нет. Кто-то будет проходить мимо не задумываясь сколько надо было положить труда чтобы могла появиться эта надпись чтобы люди безбоязнно могли жить гулять тут чтобы торжествовала жизнь. В период подготовки наступления пришлось крепко поработать всем подразделениям минеров нашего фронта. Необходимо было разминировать 90 минных полей 90. Я повторяю эту цифру чтобы кто-нибудь не подумал что я оговорилась. Задали азимут на карте нужно рывок. Так объяснили нам задачу в штабе куда были вызваны все командиры технических частей. Работа началась одновременно на многих участках. По боковым дорогам подъехали с собаками и принялись разминировать с обоих концов. А сзади сразу же в прорыв танки. Теперь головные колонны танков ушли уже далеко вперед и гуляют по немецким тылам наводя там панику и ужас. А в образовавшуюся брешь в линии фронта который тщетно пытается заткнуть гитлерское командование бросая в огонь свежие части вливается все новые и новые массы наших войск. Еще день-два и фронт рухнет немцы побегут как это было уже не раз и как очевидно будет еще много раз пока не останется куда бежать. Из нескольких наших вожатых и лучших собак создана контрольная группа командующего. Ее функции проверять работу всех саперных частей. Группа уже сделалась притчей в языцах. Саперы не на шутку бежаются на нас. Где бы мы не появились сейчас же кричат показывая на собак что вы их с собой возите. Саперам конечно обидно собака проверяет работу человека. Альф у них как бельмо на глазу. Он как пойдет так обязательно что-нибудь найдет. Хотя до нашего приезда считалось что тут разминировано. На марше изнываем от зноя. Едва выдастся к тому хотя бы незначительная возможность все нетерпеливо выскакивают из машин и бегут к речке купаться и купать собак. Речка какое блаженство можно окунуться в нее почувствовать прелесть ее прохлады смыть с себя пыль которой пропиталась одежда волосы все-все и собакам тоже большое облегчение а то вон как замаялись от жары. Чингис тот самый что любит плавать конечно добрался до воды первой. Другие вожатые еще раздеваются сидя на траве стаскивают себя сапоги удерживая за поводки рвущихся собак а Чингис своего вожатого почти уже втащил в речку и он стягивает через голову гимнастерку стоя по щиколотке в воде. От внимания не ускользнуло Чингис ведет себя странно нырнет вынырнет тряся ушами снова нырнет кружится на одном месте заинтересовались что это могло бы значить? Надо сделать разведку распорядил старшина насчет купания обождать и что бы вы думали мины они лежали на дне речки лишь слегка присыпанной песком чтобы нельзя было заметить с берега только вошли бы в воду и все на воздух люди и собаки как учуял их Чингис под текучей водой уму непостижимо в озлоблении слепой одержимости уничтожения враг готов минировать каждую яблоню каждый колодец реку все ох много много еще работы у нас впереди глава пятнадцатая опять ЧП и опять Харш Харш околел накинулся на еду как-то после длительной тряски в машине съел сверх всякой меры вожатый проглядел потом зарыгал вдруг повалился на бок и конец врач констатировал заворот кишок попросту говоря обожрался глава шестнадцатая мы перешагнули границы Советского Союза и идем на выручку народам Европы мы в Польше и приближаемся к Висле мелькают небольшие аккуратные городки и поселки с непривычно звучащими названиями многие разбиты артиллерийским огнем или бомбежкой с воздуха опалены пожарами и здесь лик земли изъязвлен кошмарной печатью войны и здесь нам приходится искать обезвреживать смертоносную начинку на дорогах населенных пунктах не запомнился вечер в одном городке собственно от городка оставалось лишь бесформенное нагромождение камней из которых местами торчали ножки железной кровати обломок стола или стула хозяйственная утварь перед самым нашим приходом вынужденные пять за пятью сдавать захваченную территорию гитлеровцы подвергли ни в чем не повинный город варварской и не вызывавшейся никакими военными соображениями авиационной бомбардировки два часа полдюжины юнкерсов снова и снова ложась на крыло сбрасывали на беззащитные кварталы жилых домов тяжелые фугасные и зажигательные бомбы городок был разрушен до основания жители кто успел убежал в лес кто не успел остался под развалинами потухли пожары лишь кое-где продолжал куриться синий дымок никто из населения не возвращался опасаясь нового налета могильная тишина опустилась над уничтоженным городом мы уже перестали возмущаться или поражаться жестокости врага возведенной гитлеризмом в культ хотя привыкнуть к этому невозможно но бессмысленность этого уничтожения выходила за рамки всего виденного нами ранее снова тяжелым камнем легло на сердце чувство неизбывной боли за бесчисленные жертвы и страдания боли с которой мы прошли сюда через тысячи смертей пришли на стерзанную землю братской Польши с этим тяжелым чувством я Мазорин и Христофорчик бродили после заката солнца среди руин пытаясь отыскать хотя бы крупицу чего-то живого уцелевшего от общей гибели когда неожиданно наткнулись на женщину рывшуюся среди камней в черном надвинутом на лоб платке в черной юбке и какого-то неопределенного темного цвета линялой рваной кофте с изможденным хотя по-видимому еще не старым лицом на котором застыла нестерпимая мука она показалась нам живым олицетворением человеческого горя одним из персонажей сошедших со знаменитых гравюр Гоии увидав нас женщина поднялась и пошатываясь направилась к нам в первый момент она показалась нам безумной размахивая трясущимися руками она заговорила с такой быстротой что в потоке слов мы могли разобрать только одно часто повторявшееся Освенцим Освенцим потом Христофорчик для которого польский второй родной язык пояснил нам она говорит что ее мужа и старшего сына гитлеровцы угнали в Освенцим и там сожгли на фабрике смерти а двое младших детей погибли вчера во время бомбежки она даже не знает где они лежат в панике они растеряли друг дружку что могли мы сделать для нее в утешении сказать что фашистам приходит конец что они проиграли войну женщина видела это сама увезти ее отсюда чтобы она не оставалась одна среди этих камней пахнущих гарью она не пошла бы за нами словно догадавшись о наших мыслях женщина внезапно замолчала перестала водить по лицам лихорадочно горящим взором и опустившись на корточки принялась снова копаться в камнях нетерпеливо отбрасывая их от себя обламывая ногти и монотонно надрывно повторяя да тыны да тыны чем бы ей помочь произнес Мазорин спросите у нее нет ли какого-нибудь предмета погибших ребятишек Христофорчик перевел несчастный вопрос капитана она выслушала его молча глядя в землю затем точно слова доходили до нее с запозданием поспешно сунул руку за пазуху и вытащила какую-то скомканную тряпку это была детская рубашонка очень хорошо сказал Мазорин Альф был с нами ему дали понюхать рубашку и он повел нас среди развалин путь был недалек и скоро Альф принялся разрывать груду щебня подобно тому как это делала женщина но в другом месте Христофорчик сбегал за солдатами они стали энергично разбирать камни и через несколько минут на уцелевшей мостовой лежали два детских трупика мы похоронили их тут же неподалеку под деревом и удалились в молчании а безутешная мать осталась рыдать на свежей могиле долго долго мне будет памяти на этот вечер потом Христофорчик и солдаты ушли а мы остались вдвоем с Александром Павловичем молчали оба думали об одном гитлеровская пропаганда кричит о каком-то секретном оружии которое якобы скоро должно появиться у немцев и изменить ход войны но мы все убеждены что это пустые измышления Гитлер уже не спасет и не может спасти никакое оружие должно быть такие же мысли будоражили и ум капитана потому что он произнес когда-то великий французский писатель-философ Шарль Монтаске умевший провидеть будущее сказал устами одного из своих героев что он опасается как бы ни изобрели средство уничтожения более жестокого чем все имеющиеся однако тут же добавил он если бы это случилось и такое роковое открытие обнаружилось бы то оно вскоре было бы запрещено человеческим правом и единодушные соглашения народов похоронило бы его я думаю что в этих словах скрыта великая истина прошли те времена когда всякие кровожадные маньяки одержимые манией покорения мира могли безнаказанно творить что хотели зашла луна и подумайте какое чудо право это могло показаться чудом в сопоставлении с тем что совсем недавно происходило здесь в садах застрекотали ночные кузнечики какова сила жизни Альф лежавший у ног капитана встал и принялся нюхать запахи долетавшие вместе с вечерней свежестью очарование ночи очевидно подействовало и на Мазорина потому что он внезапно переменил тему разговора а затем после длинной паузы и как мне показалось с легким сожалением сказал кажется уже поздно пора идти как я желала чтобы он был чуточку смелее в общении со мной но с языка его не сорвалось ни одного лишнего слова как хотелось самой излить перед ним свою душу наговорить разные милые сердцу глупости пусть я не права пусть показалось бы смешной наивной но все равно все равно капитан проводил меня до машины в кузове которой я расстилаю свою постель когда погода сухая и теплая потом пожилав спокойной ночи откозырял и удалился спокойной ночи если бы он знал неужели я люблю его глава 17 у Динки Серой юбилей она нашла трехтысячную мину три тысячи мин отыскала одна собака сильно возросли лицевые щита и у других собак дозор 1440 чингист 1500 желтый 1990 и так далее а по всему советско-германскому фронту это составит миллионы мин найденных нашими четвероногими друзьями многие наши собаки уже участвовали в разминировании городов Польши это вклад советских собаководов в дело освобождения братской страны историческая справка с помощью советских армейских собак разминировались Лоць, Варшава, Краков и ряд других крупнейших городов Польши на заключительном этапе войны собаки были использованы советскими войсками при разминировании Праги Будапешта Вены у нас были вожатые минеры тысячники теперь появились двухтысячники трехтысячники прибавилось наград у каждой И вот все движется в заданном направлении повышаются звания капитан уже не капитан а майор Мазорин и я уже не младший лейтенант повышен звание Христофорчик Как говорится жизнь шагает вперед Глава 18 Мы в Германии Надо представить чувство советских солдат и офицеров когда они ступили на территорию той страны откуда пришли к нам все беды и несчастья Надо быть с нами чтобы прочувствовать это Добить фашистского зверя в его берлоге Мы в Германии Этим сказано все Глава 19 Война кончилась Какое счастье Только что поступило сообщение о полной безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии Берлин взят Геббельс мертв Гитлер сгинул неизвестно куда наверное подох как крыса в норе туда ему и дорога лучшего он не заслужил Мы победили Все эти новости принес Христофорчик Он слышал их по радио в политотделе Он прибежал запыхавшийся весь красный так что можно было подумать что его сейчас хватит апоплексический удар Милый Христофорчик милый майор милые милые все с кем я прошла боевой путь от полей Орловщины до Германии Я лодки Никто никто не может ни о чем больше не говорить ни думать у всех на уме одно победа победа Хочется обнять весь мир хочется сказать каждому что-то приятное очень очень хорошее от полноты чувств Перецеловала чуть ли не всех собак в носы ведь в нашей радости есть и их доля Тормошу их а сама повторяю война окончилась слышите Глава двадцатая Война кончилась но не для нас минеров Военные действия прекратились замолкли пушки а нас посадили на грузовики и повезли дальше Куда? Говорят будем разминировать столицу одного из освобожденных нами государств Поработайте собачки еще Поработайте заодно с ними и вы товарищи минеры Стремительный круглосуточный марш Путь через горы живописной долины куда стекают хрустально чистые говорливые ручьи Горизонт закрыт каменными кряжами вздымающимися и справа и слева эхо дробится в ущельях между скал Крутые склоны поросли кленами и дубами На полянах цветут алые как кровь маки целые поля маков Чехословакия Чехословакия более семи лет изнывающая под сапогом эсэсовца Мы движемся по следам горячих сражений Перед нами прошли танки прославленных советских гвардейских танковых бригад спешивших на помощь восставшей Праге Еще дымятся сожженные немецкие тигры и бронетранспортеры Обломками вражеской техники завалены все кюветы Пламя облизывает черные кресты и свастики Мы стремимся вперед Скорей Скорей А вокруг нас то тут то там вспыхнет короткий быстротечный яростный бой Наши части добивают рассеявшиеся по лесам остатки разгромленных эсэсовских дивизий которые продолжают упорствовать не сдаются Организованное военное сопротивление прекратилось но остаются головорезы которым нечего терять Население помогает нам Мужчины Чехии и Словакии вооружившись трофейными автоматами конвоируют пленных с которыми некогда возиться нашим солдатам Неописуема радость народа Когда проезжаем через селение в кузов летят букеты полевых цветов пшеничные булки головки душистых сыров На коротких стоянках женщины в платьях с национальными узорами выносят на подносах угощения зазывают в хаты Ребятишки снуют среди машин разнося глиняные кружки с молоком пивом и удивленно застывают на месте увидав что мы везем с собой полным-полно собак Чехословакия прекрасная благодатная трудолюбивая близкая по крови страна и вот красивый город на реке каменные мосты повисшие над тихими водами шпили башен старинный Кремль на высоком холме широкие площади до отказа запруженные народом и узенькие средневековые улочки еще помнящие славные времена Яна Гуса и Жишки Прага матка мест как говорят чехи мать городов чешской земли Злата Прага развиваются на ветру трехцветные чехословацкие и кумачевые советские флаги рокот моторов смешивается с гулом ликующей толпы нерусская речь которую понимает каждый русский со всех сторон будь то выдыхаемая одной могучей грудью несется Наздар Наздар Аджие Руда Армада да здравствует Красная Армия Мы движемся среди живых стен Мы догнали наши танки и теперь замыкаем их торжественные шествия Осторожно словно живые разумные существа плывут среди моря людских голов движущиеся крепости запыленные в копоте бесчисленных сражений танкисты вылезли на броню и вместе с автоматчиками улыбаются машут шлемами танки на своих гусеницах принесли свободу чехам и словакам спасли прагу от разрушения куда не кинь взгляд счастливые смеющиеся лица матери поднимают на танки и грузовики маленьких детей малыши тянут к нам ручонки цветы цветы без конца словно какой-то волшебный дождь сыплется на нас под ворохом цветов совсем не видно наших собак которые не понимают что происходит вокруг как прекрасна жизнь но смерть еще не побеждена окончательно нельзя допустить чтобы она взяла еще хотя бы одну лишнюю жертву скорей еще продолжается встреча советских воинских частей вступающих в Прагу а мы уже на окраине города мы разминируем вперед альфы динки дозоры чингизы мины ищи глава 21 война кончилась а мы все переезжаем с места на место и разминируем разминируем мы снова в России в родном непобедимом Великом Советском Союзе сколько следов оставил после себя враг всю землю испакостил целые поля обнесенные колючей проволокой натыканы колышки местами они уже упали их и не видно в густой высокой зелени оступи на этот зеленый ковер пропадешь ни за что в одном селе председатель колхоза жаловался нам надо посевное начинать выходить в поле а никуда шагу ступить нельзя ребятенок боимся из дома отпустить кругом мины и на пашне и в лесу скотину выгнать на пастбище тоже нельзя сколько они их черт понатыкали везде бесчетно живем как на острову и войны нет а все как война мешает и жить и трудиться хоть бросай все хозяйство да переезжай на другое место после когда мы кончили разминировку колхозных угодий благодарили нас всей артелью посев смерти он сделан и там и там и люди все еще продолжают гибнуть на нем хотя на всей нашей земле считается мир нам рассказывали подорвался тракторист на пашне к счастью пострадал больше трактор чем человек подрываются лошади коровы наши ряды поредели кое-кто из вожатых старшего возраста демобилизовался с нами нет нашего симпатяги христофорчика которому я успела привязаться всей душой несмотря на его несносный характер он получил повышение по службе и новое назначение к мирному гражданскому труду вернулись миллионы людей а у нас то есть у меня у майора Мазорина и некоторых других наших товарищей жизнь все еще на колесах и как бывало в военные годы мы по-прежнему роемся в земле и ищем ищем глава 22 огромную кропотливую работу нужно проделать по разминированию брянского леса вы помните брянский лес Загоскина это он писал про брянский лес дремучие лесные дебри не раз хорошо послужившие русским людям в борьбе с незваными иноземными пришельцами татарами половцами а в позднейшую эпоху с немцами в брянском лесу в годы великой отечественной войны укрывались многие партизанские отряды постоянно тревожившие врага и не найдя других более эффективных средств борьбы с ними гитлеровцы со всех сторон заминировали его захватчиков не спасло и это им все равно пришлось убираться отсюда но мины заложенные ими остались нельзя войти в лес где-то меж корней деревьев под шляпками грибов выглядывающих из прошлогодней сухой хвои хоронится смерть на сотни километров тянутся здешние лесные массивы и мы уже видели разорванного миной лося волка со вспоротым животом которого пришлось прикончить выстрелом из пистолета так и ждешь что в этом романтическом лесу раздастся лихой разбойничий посвист живут времена удалых былинных молодцев а вместо этого снова и снова в который раз доносится мины ищи находятся не только мины обнаружили подземный склад оружия 64 предмета и изрядный запас взрывчатки кто припрятал их партизаны или враг убегая отсюда меня теперь часто сопровождает альф с некоторых пор он делит свою привязанность поровну между мною и майором с ним действительно спокойно дома он мирный а в лесу в палатке ближе чем за 50 метров никто чужой не подойди в обычное время он ходит сзади наступая на пятки а на работе всегда на несколько шагов впереди остановился поднял голову и смотрит на тебя ага значит что-то есть мне неоднократно уже приходилось натыкаться на весьма неприятные находки и всякий раз благодаря альфу все кончалось благополучно для меня все собаки в клещах проведешь рукой по спине слышишь длительный отдых нужен и людям и животным брянскому лесу суждено было занять важное место в моей жизни вы помните порядок на минном поле о котором я подробно говорила раньше помните какие казусы могут случиться в нашей работе такой казус произошел и в брянском лесу собака зацепилась за мину испугалась отскочила прочь и поволокла мину за собой вожатый манюков самый неловкий из наших вожатых он и раньше совершал опрометчивые поступки в менее серьезных обстоятельствах потерял голову и вместо того чтобы командой усадить собаку с перепугу принялся стрелять в нее смазал а овчарка ища спасения от двух смертей сразу кинулась ко мне я была неподалеку и как на беду одна без альфа он я думаю не подпустил бы ее ко мне перетрусившая собака всегда ищет инстинктивно защиту у человека и если надо было винить кого-нибудь в случившемся то только не ее потом этот случай подробно разбирался в подразделении на зидании другим и так же как Лепендину когда-то манюкову пришлось сильно краснеть перед товарищами все происходящее увидел а вернее услышал потому что именно выстрелы манюкова привлекли внимание Александр Павлович он кинулся на перерез овчарки крича что из сил сидеть сидеть услышав знакомую команду собака на секунду остановилась но в этот миг пуля манюкова перебила проволочку на которой тащилась мина собака подбежала ко мне и заявив словно проща прощений села а мина осталась лежать в траве подбежал Мазорин на нем лица не было я еще никогда не видел ее таким взволнованным Дина Диночка вы живы фу как я испугался и вынимая платок чтобы оттереть взмокший лоб добавил глядя мне в глаза за вас испугался вот когда он заговорил вот как бывает в жизни бывает что именно может сослужить полезную и приятную службу глава 23 мне остается досказать немного и прежде всего о смерти Альфа да Альфа больше нет и так грустно осознавать это вот как все получилось вскоре после возвращения из брянского леса я поступила на первый курс ветеринарного института это Александр Павлович настоял чтобы я пошла учиться да я забыла сообщить что на мне нет теперь ни погон ни шинели что у меня отныне не только одежда но и фамилия другая я уже не Торстникова а Мазорина мы поженились сразу же как вышла демобилизация для меня и вот возник вопрос как быть с Альфом я весь день на учебе в институте а у Александра Павловича началась полоса бесконечных командировок он же связан по своей работе со всеми клубами страны Альф целыми сутками сидел в заперти случилось что как раз в эту пору один старый товарищ Александра Павловича заботливый хозяин и страстный любитель животных обратился к нему с просьбой не подыщет ли он ему хорошую собаку чтобы караулило дачу мы посовещались между собой и решили отдать Альфа ему пусть решили мы поживет вольготно на старости лет по нашим подсчетам ему было уже не менее 12 лет нет отдали не совсем конечно а временно пока не кончится командировка Александра Павловича и не устроимся с квартиры чтобы можно было держать собаку не мешая соседям мы вместе отвезли Альфа на его новое место жительства удостоверившись попутно что ему там действительно будет хорошо дача чудный сад в котором Альф мог бегать с утра до ночи все члены семьи от мала до велика обожают животных и не скупятся на ласку и угощение для собаки словом мы уехали оттуда успокоенные полные уверенности что лучшего для нашего черныша нечего желать Альф принял разлуку с нами довольно спокойно тем более что Александр Павлович часто навещал его так прошло месяца полтора и вдруг тревожный вызов по телефону приезжайте немедленно с Альфом плохо Александр Павлович бросив все дела поспешил тотчас но когда он приехал уже все было кончено ему осталось лишь выяснить причину гибели Альфа доискаться до нее было нетрудно товарищ рассказал ночью у Альфа началась сильная рвота попросился во двор сходил опять скулит просится потом зову не идет для дисциплинированного Альфа явление необычное лежит на крыльце скучный скучный первый вопрос Александра Павловича был ел траву ел все стало ясно Альф погиб от закупорки кишечника оправдалось мое пророчество что Альф мог жить только в руках Александра Павловича однажды Александр Павлович сказал друзей не продают я могла бы добавить теперь что и не отдают правда Альф был уже старик и все-таки так грустно знать что его нет с нами что он никогда больше не подойдет и не положит голову на колени не взглянет на тебя таким умным и таким печальным взглядом прощай Альф прощай наш верный верный товарищ и друг прошедший вместе с нами все испытания военных лет что сказать еще мы часто вспоминаем нашу фронтовую жизнь в ней было и много такого чего я ни за что не хотела бы пережить еще раз и было много хорошего даже прекрасного да-да даже прекрасного никогда не забыть моих товарищей Христофорчика солдат которые умели скрашивать мое житье-бытье ибо если солдатская служба подчас тяжела мужчине то для девушки тем более и мы вспоминаем ту шавочку на призывном пункте которая привела меня в собаковоческое подразделение право странно как иногда непредвиденная мелочь может повлиять на всю нашу жизнь ведь если бы не она я не встретил бы тебя говорит мне при этом Александр Павлович Христофорчика